Ну и все. Зачинена клетка. Распочинается. Да, фига ли он. Покрупнее явно. Это заметно. Так и сразу пытается захопить инициативу. Сильные удары чувствуются у него. Ну, конечно, база Ушу Циньда это достаточно хорошая для ММА. То есть ударная техника именно Ушу Циньда. Она очень подходит. Почему? Потому что там есть тоже броски. Не только стойки проходят поединок, но и удары все равно наносятся. Вот сейчас Сенченко прижимает к сетке. Да, лишить пространства. Потому что понимают Ушу Циньда. Да, это работа стойки. Знову стийцы попрацюют спортсмены. Все гаразд. Бывает таки. Ну немножко, да, видно, затылок показывает фиги туда, что Сенченко задел левым боковым. Простых боев сегодня нет. Нет, нет, ну это и не предотвращалось. Вот оба, да, они тоже стилистически, вот все похожи, да, отлично файткарт, да, подобран получился. Ну, майже бездоганно, потому что, ну, жодного такого вот прохитного двобоя не відбулося. И зараз у Сенченко намагаются разбивати, ну... Ну, так нужно силы потратить, да. Оп. И, ну, все ж таки, все ж таки Виталий Фигель витримал цю атаку. Конечно, конечно, да, это не подарок для Сенченко совершенно. Лидный боец. Ось, переведение партера, разговор, не відбулося. Нет, не получилось, не получилось. Тут вот вопрос выносливости как раз сыграет, потому что они начали очень активно. Это только первый раунд, а еще два впереди. Ну, конечно, его база, конечно, ударная, это заметно. Вот, Сенченко он более разнообразный, да, то есть он, видите, старается миксовать удары, попытка перевода была, попытка поработать у сетки. Ну, и знову мы бачим, что первый раунд, так, выпробование сил суперника один-одного, и состояние секунды залишается в первом раунде. Хорошие, да, такие атаки. Уже другая такая атака від Сенченко. Сенченко более комбинационно работает, а Фигаль один-одного. Длинные руки, да, он их хорошо использует, видно, джебом встречает, останавливает атаки Сенченко. Вот, сам видно, левой сбоку сейчас попадает. Вот Сенченко попал левой сбоку. Вот это сейчас пошатнуло, да, Фигаль. Вот еще раз попал. Ну, захват сейчас... Ну, вот в захвате как раз есть время для Фигаль восстановиться. Он правильно сделал, что захватил корпус, да, вот как раз сейчас время на него работает, чуть-чуть восстановиться и потом уже продолжить. Потому что от левого бокового видно, что его чуть-чуть повелут. Друга повылка таких-то, да. Ну, и вот... Ни у кого не удается, да, перевести бой в партер. То есть это... Ну, мне кажется, что Фигаль не особо шукает партер. Все же таки намагается зараз перепочитать в цьему клинче, але... Ну, правильно, он восстановил, он все правильно сделал, да, он восстановился после пропущенного удара, видите, опять продолжил, опять джеб, джеб, видно. Комбинации, да. Так, шукает власную атаку Фигаль, а ось Сенченко, Сенченко, мені здається, що поки що лише читає, що буде робити суперник, а ось контрдії буде пропонувати. Зараз непоганий... Непоганий... Викитали, але все ж таким... Сенченко, Сенченко ще вивчає суперник. Ну, он пробует разные вещи, да, он достаточно разнообразный, и вот он пробует раз... Вот сейчас Прабы пропустил Сенченко, ну и ответил сразу, да, он стойку, видите, там поменял. Нет, снова поменял. Минута остается у нас во втором раунде. Останет полу на другого раунду, и... Вот попытка, а вот уже Фигель, да, пытается навязать борьбу. Проход в корпус. И беда сітки, ну. Еще пів хвилины, еще пів хвилины в цьому раунде. Вот в ногу, да, пытка нет, защищается, да. 20 секунд. 20 секунд. Разворачивает Сенченко, да. Вот попытка пойдет, нет, нет, защищается. Вот зараз підкопи в ногу як класно. Нет, не, молодец, Фигель, молодец. Захищався. Да, да, да. Все, раун, молодцы. Ой, красиво, ребята, конечно, достойны друг друга. Ну, опять, очень похожи они по стилю. Вот удалось в этот раз подобрать файткарт, чтобы все по стилю очень похожи. И цікаве два боя. Цікаве, немає у нас таки секунды, для того, чтобы все по стилю похоже. По уровню соответствуют. Вот, например, Виталий Фигель дуже цікавий боец. Вот разворота, да, интересно. Вот правый, да, зацепил сейчас. Включаю. Немножко вскользь, но... Ну, больше ударов, мне кажется, выбрасывает именно Павел. Так, больше ударов и больше влучаев. Фигель тоже попадает, но просто он меньше выбрасывает ударов. Он больше ждет. Ось, снова захопил Фигель, что с этого будет. Сейчас посмотрим, да, попытка. Да, уже второй раз, да, он туда пытается навязать борьбу. В прошлом раунде была попытка, вот сейчас. Ну, мне кажется, еще и не столько там перевезти в партерс, сколько снова Фигель это использует, чтобы перевести дух, перепочиснуть. Но ему уже сейчас время против него работает, потому что если... Если судьи посчитали так же, как мы, да, с вами, то получается, Фигелю надо сейчас активно работать, сейчас нет времени, да, чтобы отдыхать, надо вот этот раунд забирать. Забирать. Ему потребно ли для того, чтобы... Ну, лучше не давать. Конечно, боец в поединке, он думает, что он лидирует, но лучший судья... Не давать. Не давать до этого сомневам. Ну, вот сейчас судья разводит. И снова все эти будут працювати спортсмены. Сеченков, первый перевод, да, в этом поединке. Ну, вот немножко видно, Фигель как раз дыхание вот хотел перевести, и Сеченков этим воспользовался. Ну, и Сеченков уже комбинуя удары по корпусу и в голову. Да, здесь он, конечно, эту позицию позволяет ему, Фигель, наносить удары. Немножко, да, видно, что задышал. Ну, и сейчас Фигель намагается выйти, например, не успею, але он отдаёт спину. Отдаёт спину. Будет ли попытка удушающего, не успеет. Нет, не успеет. Не, все. Все, молодцы. Ну, красиво. Так, теперь решение, как же судья по счетам, да? Но Фигель, Фигель очень мне понравился, и я думаю, что у этого спортсмена есть будущее.